Приветствую вас, София. Если честно, то я не думаю, что мой ответ вам понравится, потому что говорить об этой вещи не самый приятный, но, тем не менее, надеюсь на ваше критическое мышление и здравый смысл. Из-за чего вы стали с мужчиной отдаляться, потому что вы стали от него слишком много требовать, и это говорит о том, что для мужчины на передний план выдвигаются обязательства, а не права, обязательства такие, которые его именно принуждают, да, то есть вы принуждаете, ну вот, например, почему он должен дарить вам то кольцо, которое вы хотите. То есть, ну, мне кажется, мужчина сам должен купить кольцо, которое он выберет для вас, и вы его, это кольцо примете, оденете, и всё, а так получается немного странно. Вот, ну, если мы говорим про инициативу мужчины, конечно. Дальше, не очень понятно, почему вы ушли с работы, и мужчина вас там должен обеспечивать, да, как вы его отпишите. То есть, ну, опять же, одно дело, если человек хочет, да, и может это сделать, другое дело, если он не хочет, и не может это сделать, непонятно, откуда у вас эти ожидания... ожидания такие, да? Вот. Непонятно, почему вы требуете брак. Опять же, да, вот если у вас есть чувство к человеку, если у вас есть чувство к человеку, если у вас есть желание быть, если у него есть к вам чувство, у него есть желание с вами быть, то какая разница, браковый или нет? Брак это всего лишь штамп. Захотели, поженили, захотели, на следующий день развились, но много таких пар есть, которые женятся через неделю, буквально уже разводятся и как бы смысл. То есть отношение брака достаточно преувеличено. Но, это с одной стороны. С другой стороны, вы не уверены в себе, потому что вы подозреваете, что мужчина завел себе кого-то еще. Еще. Отдаление от вашей семьи вы воспринимаете негативно, потому что вы все-таки с этим теряете. Вот. И с этим нужно работать. Почему вы подозреваете измены, почему вы не уверены в себе и какое у вас вообще отношение к себе, насколько вы себя цените, сравниваете ли вы себя с другими людьми и насколько вы реализованы. Потому что вы с работы ушли, а, например, на новую работу идти не собираетесь. Говорят о том, что у вас какой-то нет такой четкой цели поставленной перед собой, чтобы реализоваться в жизни. Реализация жизни никак не связана с семьей. Вот. И еще один момент, который я хотел бы затронуть, это момент о том, что вы имеете право на самом деле. хотят кольцо, которое вы хотите, требовать брак, вы имеете право, вы имеете право требовать, чтобы мужчина вас обеспечивал. Вот. Вот. Вы это все имеете право на все на это, вы имеете право, но поймите, 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 поймите один момент, что мужчина должен быть соответствующим. Ваш мужчина, он не подходит для этих вот целей. Мужчина не отвечает вот этим вот, не отвечает вот этим ценностям, мужчина не отвечает этим показателям, которые, требования, требования, вот требования, которым у вас есть. Мужчина не отвечает. То есть он другой, нежели чем тот, кого вы хотите видеть рядом с собой, к сожалению. Это очень важно понимать. Это очень, 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 очень важно понимать. Понимаете, какая штука. Вот. И все, как бы, по сути. То есть, мужчина говорит, я не хочу делать себе предложение, основываясь на том, что ты этого требует. И он со своей стороны прав, потому что в его представлении мужчина делает предложение тогда, когда он хочет, и женится тогда, когда он сам, там, к этому готов. Вы его давите, вы от него требуете, вы на этом, на этом слишком много внимания застряете. Вот. И все, что означает некое такое обесценивание отношений, в принципе. Вот. И все. И все. Собственно, в этом, в этом, и суть, в этом, и прикол, как бы, в этом. Вот. И либо вы выбираете, либо вы принимаете своего мужчину вот таким, таким вот, как он есть, либо вы этого не делаете, не принимаете его. Опять же, это ваше право. Это ваше право. Вот это все софия. Понимаете? Ориентировався люди на свои чувства. То есть, если для вас желание брака, желание кольца, желание того, что мужчина вас обеспечивал, сильнее, чем желание делать его счастливым и быть с ним, значит, этот мужчина не ваш. Просто он не подходит вам. Потому что удовлетворить ваши потребности он не может. А требовать от него означает тянуть его, а тянуть его означает убивать всю естественность отношений. С другой стороны, с другой стороны, если вы чего-то конкретного для себя хотите от другого человека, от мужчины, то это больше такие, знаете, отношения по расчету больше. И понимаете, какая штука? Отношения по расчету предполагают, что не только человек вам что-то дает, но и вы ему тоже даете. И если человек дает вам то, что вам нужно, то вы должны показать ему, что вы дадите ему то, что нужно ему. А вы знаете ли вы, что ему нужно? Большой вопрос. Но в таком случае вы оба должны согласиться на то, что ваши отношения не по расчету. Не по, не по, ну, не духовные, да, не на чувствах, а именно по расчету. Вот. Это удобно, это больно, это вот, может быть, это морально и прочее, но это так. И опять же вам нужно сделать свой выбор, каких отношений вы хотите. Для тех и для других есть определенные требования, определенные критерии. Вот. Это не хорошо, это не плохо, это просто данность. Вот это, это данность такая, какая она есть. Это просто данность. Вот и все. Поэтому выбирайте, решайте, думайте. Вот. Ну, а перед всем этим я рекомендовал бы вот насчет того, что у вас мысли по поводу отдаления и что у него кто-то появился. Это вот с этими мыслями, которые восходят к, может быть, страху одиночества, к неуверенности в себе, к сравниванию себя с другими людьми. Вот с этим для начала, ну, я бы поработал. Для начала. Вот. А там дальше уже, в принципе, видно было бы, что и как. На этом все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.